Мои любимые, сегодня с вами говорим про нюансы набора веса, способы взять ситуацию под контроль, когда врачи навязывают одно, психологи другое, эндокринологи третье. Я расскажу про свои лайфхаки. У меня была ситуация, когда я была очень-очень худая ввиду болезней, и мне нужно было набирать вес. И я понимала, что просто накачать себя чем угодно углеводами, особенно это не супер полезно. Плюс хотелось как-то создать для себя подпитку, которая бы дала возможность быть активной физически. Вот такие у меня были задачи, и я поделюсь своими лайфхаками. Если вам это будет полезно, я вам буду признательна за комментарий и за то, что вы на моем ютуб канале. Нарушения здоровья, связанные с иммунитетом, из-за того, что у вас недобор веса, это ослабление иммунитета, дефицит витаминов, минералов, проблемы с развитием, проблемы с фертильностью, аминорея, анемия, тревожный сон, хроническая усталость, проблемы с кожей, с ногтями, с волосами. И способы постепенно набирать вес, они супер важны. Из разряда не литр сока, не кашку-малашку, совершенно другие способы. Очень важно создать для своего организма такие условия, чтобы он вынужден был именно наращивать мышечную массу. Это очень круто. Поверьте, мышцы это защита от многих болячек и в старости, и в молодости. Это главное, пожалуй. Если вы мало двигаетесь и не нагружаете тело, оно не будет содержать мышечную массу, потому что, ну как бы, ну как бы незачем, ну блин, ну... И при отсутствии нагрузок вам не помогут ни протеины, ни гейнеры, либо все уйдет в канализацию, либо в жир. У меня было и то, и другое. В общем, я на своем канале делилась лайфхаками, как я тут и набирала с просто жуткими поносами, и потом сдувалась. В общем, это было по моей молодости, но сейчас я уже могу поделиться, потому что прошло много времени, и я знаю про базовые ошибки. Силовые тренировки это первое условие для набора веса. Короче, если ты сейчас ищешь информацию про набор веса, прямо сейчас я скажу, что очень важно реально заниматься физически. Тогда тело запросит энергию. Ты сидишь дома, учишь там английский, там или еще что-то делаешь, и твое тело не требует столько. Но когда ты включаешь такой немного адреналиновый режим и заставляешь... Это, кстати, тоже стресс. То твой организм будет запрашивать калории. Но фишка здесь в правильных калориях. Что это значит? На моем канале нет такого правильного и неправильного. Я против диет, потому что я в своей жизни навидалась и диеты, голодовок, и наборов, и сбросов, и поломок после этого всего. Поэтому мы сейчас с тобой не будем говорить про ошибки метаболизма, работу с РНК, с ДНК, причины митохондриальных дисфункций незачем. Мы говорим про простую историю, как поддержать себя и набрать. Протеин основа всего, но без жира набрать на нем хороший вес невозможно. Я знаю некоторых бывших веганов, которые прекрасно восстановились на мясе. Очень важно, если у тебя набор, тебе не нужно питаться интервально. Тебе нужно питаться 4-5 раз в день. Интервальное питание заставляет вас худеть, не набирать, даже если такой цели нет. Нет, это я проверила. Мало кто ухитряется в период 8-часового окна, питание наестся до набора. Ну, как бы у меня такое, правда, было. Это нужно очень постараться. И здесь фишка еще инсулина. Ведь набрать легко, но создать метаболическую проблему еще легче. Каждое блюдо должно состоять из качественного белка, сложных углеводов и полезных жиров. Об этом я писала. Следующее. Избегать большого количества жидкой пищи. У меня такая проблема была. Супы-пюре, супчики, борщики. Они заполняют желудок, создают ощущение сытости, а не нужные калории. Вы, ну, соответственно, это тема для худеющих. И лучше приготовить просто пюре, например, с молоком, если его переносите. Казеин. Можно не всем. Я говорю, что он классно помогает в наборе веса, но если есть проблемы аутоиммунного характера, то по-честному нет. Диетологи этого не говорят. На нем очень многие избрасывают, там и набирают, но имеют аутоиммунки. Об этом не говорят. Перекосов. Кстати, про перекусы. Они должны быть энергетически плотными. Плюс полезные жиры. Самый энергетически плотный компонент. Качественный белок. Супер важно. И здесь мы с тобой говорим про говядину, курицу, индейку, яйца, субпродукты, морепродукты, протеиновые коктейли, бульоны. Ты должна или должен просто это все на неделю менять. У тебя не должно быть, что ты только яйца ешь или только какую-то курогрудку. Так и закурекать недалеко. Источники углеводов. Честно говоря, многие едут на углеводах. Вот в этом вся проблема. Если едите углеводы, то это должны быть сложные углеводы, плюс белок. Это естественный анаболик, вызывающий набор массы. Углеводы плюс белок равно анаболизм. И здесь мы говорим, даже можно картошку, свеклу, морковь. Но только если нет диабета. Вообще, про сырую морковочку. Это же морковочка. Она же такая сладенькая. Но у нее вообще там малый гликемический индекс. Но вареная она больше. То есть про гликемию я тоже говорила. В помощь гречка, рис, пшено, киноа, булгур, овсянка, если хорошо реагируете. Я уже знаю всех своих клиентов, у кого проблемы кишки. И, соответственно, я никогда не буду говорить о том, что ешьте каши, ешьте каши. Да, пусть едят каши те, у кого нет проблем с суставами. И те, кто... Ну, в общем, мы все знаем, да, про зерновые. Про сахар я сказала, что если вы будете есть сахар, то вы получите вместо нужного набора, вы получите ожирение печени. Ну, и тогда здравствуйте, тревожные расстройства, проблемы со всем организмом. Фастфуд, белая мука. Забудьте, это дичь. И даже те, кто показывает, как они ее вкусно едят, мне жалко, мне жалко их мозг. Это то, что убило мою молодость. То есть это вкусно. Мозг любит, да, такое... Там же, кстати, в муку добавляют часто глютен, он вызывает привыкание. И людям, которые говорят, что все можно, они часто просто завязаны на этом всем. Ну, то есть все, что вызывает зависимость, у человека очень сложно у него это отнять и объяснить, что даже если у тебя нет энтеропатии кишечника, это просто тебя добьет. Газировки, ребята, газировка, это просто фигня, которая мешает. Я не говорю про минеральную воду. Периодически я сама использую. Ну, тут зависит от желудка. И в среднем тебе нужно 3-3 500 калорий. Для женщин 2 500. Если будешь перебирать, можешь нагрузить печень и кишечник, что будешь, прости, укакываться. Дурной сон, хроническая усталость, резистентность к инсулину, гепатоз и так далее. Что делаем с тобой? Четыре приема пищи дробно. Но нужно понять, есть ли гастрит. Если есть гастрит, ну, ты знаешь, да, это проблема из-за того, что ты там кофе пьешь, из-за того, что не сварение. Если есть резистентность к инсулину, то супер важно сосредоточиться на здоровье. Сначала здоровье, потом фигура. Не бойся крахмалистых овощей и зерновых. Фрукты выбирай хорошие. Не меньше 7 часов спать. И не увлекайся кардио. Умоляю тебя, кардио на наборе не нужны такие серьезные. Проблемы худых от природы людей в том, что они ничего не боятся и думают, что им все можно. У меня есть такие девчонки. Они сами по себе тощие, красивые, но просто токсичность плохих продуктов, она очень серьезная. И рецепты я свои отставлю. Подписывайся на мой канал. Помогай его развитию. Люблю тебя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!